Собственно, хей-хей! Скоро Новый Год, поэтому в конце этого видео мы будем разыгрывать два таких кальяна. А теперь погнали! И сегодня у нас на обзоре Краснодарский кальян. Очередной раз Краснодар меня начинает удивлять. Давайте возьмем вообще все Краснодарские кальяны, которые вот просто хорошие. Возможно, кого-то забуду. Мэтт Пир качнул-качнул. Ю4 качнул в свое время. ДСХ начинает качать своими моделями из Нержи. И, конечно же, кальян Вентюр. Собственно, я его уже поюзал, потестировал. И готов, собственно, его сегодня обозревать вместе с таким анпакингом. Потому что здесь упаковано все максимально круто. И чуваку реально было не жалко столько поролона. Давайте, собственно, смотреть. Идет он в такой вот обычной белой коробке. С надписью Вентюр Хука. И давайте, собственно, смотреть, что у нас в этой коробке. Первым делом, на что, куда сразу обратить внимание, это, как вы видите, да, это огромное количество просто поролоновых прослоек. Это у нас раз, два, три. И только потом мы добираемся до самого кальяна. Что у нас здесь есть? Есть вот такой вот прикольный мундштук. Очень длинный. Сделан он из алюминия, что меня очень сильно пугает. Очень прикольно покрашен. Знаете, краска очень похожа на Дарксайд. Смотрите, как красили их. Старбас, Дарксайд. Такая с прикольным отбликом. И со всем остальным. Очень длинный и прикольный. В руке лежит тоже хорошо. Идем дальше. Собственно, накладка на шахт. Тут тоже сделана из алюминия. Но здесь прям его реально не пожалели. Это не какая-то такая дешманская, знаете, пустая прослойка. Потому что здесь идет контур, а внутри просто просверлено отверстие. Тоже тяжеленькое, хорошее. И вот явно она не начнет гнить. А может и начнет, как бы время покажет. Собственно, сама шахта. Она сделана из нержа. И 304, все дела, две резьбы и все остальное. Резьба очень круто сделана. С засечками. И как я понял, здесь специальные ступеньки. Кое для чего я сейчас попозже покажу. Так. Бля. А! Понял я. Здесь есть шахта, которая без диффузора. Сука, не могу понять, что это деталь лишняя. И есть погружная шахта с диффузором. То есть, понимаете, вам две детали. Не просто какие-то накладочки, да, насадочки. Типа контролировать диффузорная тяга, не диффузорная. А прям реально, сука, две разные шахты. А для чего, блядь? Это ведь дорого. Ведь можно было просто сделать, как все, насадочку. Но, видать, чувак решил пойти не так, как все. А, собственно, само основание шахты. А, тут логотипчик. Логотипчик Дава Дым. А, на другой стороне, Вентюр Хука. Вот такой вот у нас есть коннектор. Интересно, он тут уже природненный или все-таки вытаскивается? А! Да, природненный. Ой, вытаскивается. Сделан на ступеньках, как у Хуба. Это, конечно, не очень круто, я скажу, потому что это максимально неудобно. И если ты проебал коннектор, ну, такое часто бывает в кальянах, когда коннектор проебывается, то сюда будет очень сложно прямострячить другой коннектор на резинке. Вот с этим вот немного вот как-то нужно было делать более универсально. А что касается по клапану, у нас есть, он раскручивается, он тоже сделан из алюминия. И, собственно, есть черный шарик. Очень ровный, безгранний шарик, хороший. Для многих производителей большой проблемой является не то, как им вытачат кальян, а найти правильные шарики для клапана. Так, есть у нас также здесь коннектор под чашку. Он сделан такой прикольной формы. Если вы видите, здесь не острый угол, либо просто прямая. А здесь вот немного вот он зауженный. Это может вызвать кое-какие проблемы в плане выскакивания чашки просто. Нужно было делать пробника. В общем, комплектация вроде богатая, но я не вижу здесь блюдца и шланга. Хотя шланг, по идее, должен был быть. А, есть миллион разных резиночек в комплекте черных. Это я понял, это на шахты мы сейчас оденем. Туда, 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 сюда оденем. Сейчас мы это все сделаем. Так, а что у нас дальше под поролон? Большой поролон, еще поролон. Ага, вижу шланг. Охуенно как собранный. Просто, блядь, прикольно. Это у нас софт-тач, причем софт-тач настоящий. Знаете, как проверить? Хороший софт-тач от нехорошего софт-тача. Перегните его, прям конкретно. Перегните вот так вот. Возьмите его и вот так вот перегните. Сейчас я вам покажу. Взяли вот так вот. И его, собственно, вот так вот перегнули. Если вы видите, что здесь очень сильно начинает белеть, то это хуевый шланг. Софт-тач, который в скором времени сотрется. А если у вас ничего здесь не темнеет, то это прям такой полноценный хороший софт-тач. Так, у меня ножниц сейчас здесь с собой нету, поэтому я буду, собственно, это вот так вот делать. Так, ну давай, надо хотя бы еще одну вытащить, тогда будет все хорошо. Так, здесь на шланге есть логотипчик, вентюр. А да, вот дыма нету на шланге. Шлоп. Так, все, мы шлангом нашим закончили. Шланг довольно-таки хороший, мне он очень же нравится. Он не тонкий, но и достаточно эластичный, мягенький. И перегибаться он, в принципе, тоже не будет. Ладно, шланг мы сейчас сразу уберем сюда. Так, что у нас еще есть тут? У нас здесь есть блюдце. Так, мы докопались до блюдца. Блюдце максимально обычное, с углом, с ровным, шершавой краской покрыто. Ну, тоненькая. Скорее всего, вот краска облезет с нее или не облезет, мы сейчас узнаем, когда бросим на нее уголечки, я об этом вам расскажу. Дырочка не смещена, а то на многих колянах, блядь, вроде не видно. Когда ты начинаешь присматриваться, ты понимаешь, что дырка немного смещена, и это просто уебски выглядит. Так, давайте, собственно, пошебуршим дальше в наше... И здесь, может, еще какие-то ништяки просто быть. Так, нет, денег мне никто сюда не положил. Ладно, идем дальше. Давайте, собственно, его теперь собирать. Ага, так, так, так. Возьмем основание. В основание вкрутим вот эту часть. А, здесь есть специальные места для резиночек. Давайте как положено, то есть, чтобы было все герметично, и нигде ничего не текло. Так, берем одну резиночку, одеваем ее вот сюда. О, боже, как это сложно. Оп, оделась. Вообще, это круто, ребят, когда есть эти резиночки, да? Вроде бы они, как бы, большой роли не играют, если хорошо все скрутить, но очень-очень приятно. Далее, мы берем нашу шахту. Так, они одинаковые, одинаковые. И вот так вот это, собственно, все одеваем. Дальше. Берем еще одну резиночку. И одеваем ее вот сюда, прям, чтобы она села в ступеньку. Ага, ставим наши, скорее всего, блюдцы. Так, а вот тут-то незадача. Это как, знаете, как эмодзи бургера у андроида. Сыр под котлетой или над котлетой должен быть. Так и здесь с резинкой. Ладно, хуй с ним. Пускай будет так. Сейчас мы это все загрузим. Да, вот так вот. Собственно, уже выглядит красиво. Я не любитель диффузорной тяги, да? То есть, когда меньше бурления, я за такое хард-бурление, да? То есть, поэтому мы возьмем, скорее всего, классическую шахту без диффузора с диаметром примерно в 13 миллиметров здесь. И, собственно, вкрутим. Так. Так. Ага. Так. Все. Мы его собрали. Ну-ка, геометрия у него есть. Будет стоять? Нормально. Стоит. Далее. Давайте посмотрим, что у нас здесь с колбой. Колба комплектуется крафтом. Все очень хорошо упаковано в пенопласте. И он просто везде начинает шебуршать, скрипеть и все остальное. Так. Вот у нас есть колба. Есть резиночка. Да, колба мокрая, потому что я уже курил. Ни для кого это не секрет. Так. Это мы вот сюда оденем. Люблю, когда вот эти резиночки очень хорошо одеваются, надеваются на, собственно, кальян. Да. Незадача. Ладно, не суть. Так. Я сейчас пойду все наполню водичкой и мы начнем, собственно, его уже раскуривать. Пока не переключайся. Фух, блядь. Аж навспотел. Короче, на родную резинку и на колбу, которая идет в комплекте, я этот кальян надеть не смог. Поэтому пришлось ножницами срезать ребра с резинки и тогда все на место встало. Хуй его знает, как так получилось. Не знаю. Моя чашечка уже успела 17 раз, блядь, перегреться. И 6 раз сгореть. Фу, испугался. Давайте, собственно, посмотрим, что у нас, как дружат папа-мама шланг-монштук. Дружат они хорошо. Так, блядь, надо было по-другому сделать. Собственно, вот так вот. И, да, шланг бы сюда поэластичнее, потому что это очень, блядь, неудобно. Так. Фу. Мы это сделали. Давайте, собственно, смотреть его курительный... Кстати, да, дупло здесь очень широкое, блядь, и персональные мужички будут очень сложно налазить. Да, перегрело здесь все достаточно хорошо. Погнали. Кайф. Хорошо. Продувается все очень хорошо. Клапан прям такой шумный-шумный. Ну-ка, смотрите, слушайте. Прям реально как будто сопло от газового баллона. Курица все достаточно хорошо, учитывая даже то, что у нас стоит здесь бездиффузорная погруженная шахта. Тяга у него достаточно хорошая, но меня пугает алюминий. Алюминий, особенно клапан алюминий и коннектор алюминий. И, соответственно, порт под чашку тоже алюминий. Меня это дико пугает, учитывая то, что сейчас у нас тенденция совсем на другое. Но при этом кальян выглядит достаточно интересно. А вот это маленькое основание, оно вот такое очень пиздатое. Такое, знаете, не вот такие большие, как вы сами знаете у кого, да? А вот под колбочку прям так аккуратненько. Да, так ладно. Собственно, кальян достаточно хороший. Мне вот лично он понравился в плане курения. Очень прикольно. Я, кстати, просто курил его давно уже и очень долго я на нем прокуривал. Поэтому то, что я здесь делал 2-3 тяги, это не значит, что я уже здесь мог дать свою оценку этому кальяну. Он у меня уже больше месяца лежит, поэтому больше месяца я его потихонечку и прокуриваю. Собственно, да, это вот так все делается. Так вот. Что касается диффузорной погружной шахты, на ней я тоже курил. Тяга, в принципе, никак не меняется. Просто меньше бурлений и меньше вибраций. Особенно, если вы курите не на калауде, а на фольге, то желательно именно диффузорной. Потому что без диффузорной она начинает расшатывать шахту и у вас начинают танцевать угольки по фольге. Ой, испугался. Поэтому давайте, собственно, к самому интересному. Это, собственно, конкурс, где мы разыграем 2 таких шахты со шлангом, с мундштуком, с блюдцем тоже. Все в таких красивых коробочках. Ну, погнали. Теперь по условиям. Мы разыгрываем 2 таких кальяна. То есть это первое и второе место. И что нужно сделать? Первое, это подпишись на мой канал. Я знаю, ты уже подписан, но если вдруг не подписан, то обязательно подписывайся. Второе, напиши комментарий, любой абсолютно, и укажи там свой ID ВКонтакте. Третье, подпишись на меня ВКонтакте. Четвертое, подпишись на группу Вентюр Хука. Ссылочка в описании и вот здесь. Так, что еще? Ну и все, результаты будут у нас 26 декабря. Мы разыграем эти 2 кальяна. И эти 2 кальяна поедут к своим победителям. Так что участвуй, выигрывай, побеждай. Выполняй все условия. И 26 декабря в прямом эфире на моем канале мы разыграем эти кальяны. Всем удачи. Это был Вентюр Хука, город Краснодар. И это Давадым.